МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 26 января в храме Христа Спасителя в рамках 21-х международных общеобразовательных рождественских чтений прошла конференция, посвященная общеобразовательной и социальной деятельности новых приходов, храмов, возводимых в рамках программы 200. В конференции приняли участие настоятели строящихся по программе московских храмов и представители духовенства со всей России, а также социологи и журналисты. Главной целью встречи было показать общественности, насколько востребованным среди москвичей явилось строительство храмов в спальных районах столицы и какое благотворное влияние оказывает созидание церквей на жизнь городских окраин. Перед началом конференции нам удалось побеседовать с ее гостями, среди которых была пресс-секретарь епископа Подольского Тихона Анастасия Юрьевна Горшкова. Стоит отметить, что Владыка Тихон является председателем управления Фонда поддержки строительства храмов города Москвы, силами которого и ведется строительство. Анастасия Юрьевна рассказала нам об основных целях и участниках конференции. На конференцию по общественному и социальному служению новых приходов, проходящую в рамках 21-х образовательных рождественских чтений, собрались настоятели практически всех строящихся храмов. И для нас это очень важный момент, потому что мы будем обсуждать с общественностью, мы будем показывать государственным мужам тот информационный срез по программе 200, который отдельно еще показан никогда не был. Это то созидательное общественное служение, тот свет духовности, который новые приходы уже несут спальным районам Москвы. Знаменательно, что на многих площадках люди, не дожидаясь строительства капитального храма, уже обустроили временные храмы-часовни и организовали занятия для детей и взрослых, а также развернули широкую благотворительную миссию. Не дожидаясь стен основного храма, люди уже объединяются вокруг своих будущих святых. И они уже начали очень активную, столь свойственную церкви на протяжении веков просветительскую деятельность и служение милосердия. Практически на всех новых приходах уже работают воскресные школы. Там, где нет собственных помещений, то есть там, где не удалось даже в строительных бытовках как-то обустроиться, предоставляют помещения соседние школы, больницы, библиотеки, чтобы отцы могли уже заниматься с детьми. Музыкальные кружки очень на многих приходах есть. И очень активно новая Москва, новые районы. Приходские общины там стоят в основном из молодых людей. И они показали очень большой рост волонтерского движения. Люди объединяются ради служения ближним, ради служения друг другу. Они стали окармлять детские дома, больницы. Приятным сюрпризом во время проведения форума стало выступление двух детских хоровых коллективов из приходов программы 200. Храма Благовещения Пресвятой Богородицы Федосина и храма новомучеников и исповедников российских строгенов. Приехали дети, подростки, которые будут выступать с музыкальными номерами. И все присутствующие смогут посмотреть, насколько красиво и профессионально воспитаны эти ребята. Ведь не секрет, что в большой Москве, в большом мегаполисе музыкальное образование сейчас доступно немногим. Очень мало осталось бесплатных музыкальных школ. И вот здесь каждый приход, он для многих, для многих ребят, это возможность получить в том числе и первые азы музыкального образования. В завершение конференции прозвучало приглашение от имени настоятелей всех храмов программы 200, обращенное к гостям форума и жителям столицы, посетить участки для ознакомления с работой, ведущейся в приходах. Один из храмов, где ведется активная социальная деятельность, находится в Новопеределкино, в зоне Новой Москвы. Сейчас мы находимся на приходе Благовещения Божьей Матери в Федосьино. Особое внимание здесь уделяется работе с детьми и молодежью. На территории комплекса действует небольшой каменный храм, доставшийся Москве в наследство от села Лукино. Он стоит на этом месте уже 500 лет. Храм в селе Федосьино, который вместе со своими жителями и села, и близлежащих сел принадлежал женскому Зенсенскому монастырю в Кремле. Затем, как и все храмы в XX веке его постигла трагическая судьба, он был заброшен и использовался как склад совхоза московский. Впоследствии он и в качестве склада был не нужен, он просто был заброшен и пришел в крайние запустения. Крыша, купола все обрушилось, внутри просто было заброшенное пространство, прогнившие полы, ничего уже этого просто не было. В таком состоянии храм и достался в 89-90-х годах, начало 90-х, жителям нового строящегося района Новопеределкина. Жители района воспрепятствовали сносу храма и своими силами начали его восстановление. Но за все эти годы район продолжал расти, выросло и количество населения, на которое возможности старого храма явно не рассчитаны. Район довольно большой для нашей столичной жизни, насчитывает более 100 тысяч жителей и продолжает расти. Новые микрорайоны закладываются и строятся очень быстро, вливаются новые жители. А храм все в тех же размерах села Федосино, которое в начале 20 века насчитывало 6 тысяч человек. Все в тех же прежних размерах и стоит. Естественно, может вместить в себя не более 500-600 человек, если битком. Еще такое же количество, иногда превосходящее в 2-3 раза, большие праздники просто находятся на улице и слушают богослужения по уличной трансляции. Не имея даже возможности ни зайти, ни поисповиться, ни причаститься. Поэтому, словно, храм, конечно же, нужен. Следует добавить, что множество людей приезжает в храм из других районов, ради того, чтобы поклониться удивительным святыням, хранящимся здесь. Святыни храмы наши для многих известны. Известны, в первую очередь, Федоровской иконы Божьей Матери. Вот чудоторный список из Костромской иконы Божьей Матери, где-то 18-го столетия, первой половины. Икона, уже знаменовавшая себя огромным количеством чудес. Ей в основном молится о даровании детей, о богополучном разрешении от родов, дальше воспитании детей. Огромное количество чудес люди получают. Многие обращаются с молитвами о даровании здоровья, о исцелении в болезнях. И, насколько мне самому часто становится известно, получают просимое. Далее у нас икона, подаренная одним из коллекционеров в составе большой коллекции своей святейшему патриарху Алексею. Икона во время конца 16-го столетия. Это времен Иоанна Грозного. Безусловно, такая икона явилась украшением нашего храма. И, безусловно, оказалась мгновенно и в центре внимания всех прихожан, потому что все ощущают от нее изобилие благодати исходящей. Сколько людей, сколько судеб прошло, повидала эта икона. Сколько молитв, сколько переживаний, слез и радости она пережила. И продолжает сейчас переживать, слава богу, уже не в коллекции где-то, находящейся в храме, реально действующем. Приход храма ведет активную деятельность по многим направлениям. Патронирует коллекционные школы района, организует полноценное социальное служение. Большое внимание уделяется работе с молодежью. При храме действует множество секций и кружков. При этом они вынуждены ютиться вот в этой крохотной бытовке. Дело в том, что старинное здание воскресной школы было снесено в 1989 году, еще до передачи храма общине. И его еще не удалось восстановить по причине ограниченности средств, так как в первую очередь было воссоздано основное здание храма. Поэтому пока воспитанники вынуждены заниматься во временных зданиях. А ведь кроме закона божьего и церковно-славянского языка, ребята занимаются изобразительным искусством, рукоделием и раскрывают свои таланты в православной театральной студии. Помимо всего прочего, при храме организован хор, который уже является лауреатом пяти международных пленей. Правильно? Да. Вот регулярные систематические занятия по церковному пению в воскресной школе нашего храма начались с 2002 года. А уже в 2005 году наш хор получил одноименное название с нашим храмом, название «Вокальный хоровой ансамбль Благовещения». Хор можно так условно разделить на три группы. То есть дошкольная группа, которая представлена из детей от 4 до 7 лет. Средняя группа, она является концертной. Тут тоже хор с 8 лет до 25. То есть школьники и студенты. И старшая группа, которая представлена из родителей и просто взрослых прихожан нашего храма. Занимаемся мы здесь. Места, конечно, нам не хватает. Во-первых, из-за того, что хор имеет 40 человек, это как бы в таких условиях душно, особенно в теплое время. Но в Божьей помощи, вот как-то мы выживаем и при этом имеем результаты положительные. Вот таких замечательных животных ученики Воскресной школы делают на уроках поваляния игрушки. Здесь нет ни одного повторяющегося персонажа. Дети очень увлечены этой игрушкой. Каждый ребенок приходит и может себя как-то проявить, делая что-то своими руками. Возраст у нас совершенно разный, начиная с 5 лет. Дети очень увлеченно занимаются этими игрушками. Подростки. Вообще смысл был в том, чтобы дети наши были чем-то увлечены. А увлечение, сами видите, очень интересное. И оно многообразное. Можно делать и картины, и мокрое валяние, и сухое валяние, и цветы, и сумочки, я не знаю, и шарфики, и игрушки. Это нет предела вообще вот этому искусству. Делаем мы это для ярмарок, для того, чтобы продать и помогать приютам, детским домам. Какие-то средства собираем. И готовим для этого детей наших. Они делают для себя. И опять-таки выставляют свои игрушки на ярмарки. Желающих очень много купить. Ярмарки у нас. Вот Масленица будет ближайшая православная ярмарка. Потом пасхальная ярмарка. Приходите, учитесь, занимайтесь и покупайте наши изделия. При храме в течение трех лет действует социальная служба. Каждый четверг добровольцы приходят в гости к воспитанникам социально-реабилитационного центра Солнцево. Они знакомят детей с азами православия, житиями святых, с великими праздниками. Дарят ребятам радость общения и свою добротою заботы. Патронажная служба храма регулярно посещает пациентов городской больницы номер 17. Поздравляет больных с церковными праздниками и приносит святую воду. Мы работаем там, можно сказать, как сестры милосердия. Помогаем больнице именно санитаркам. То есть мы несем тяжелое служение, уборки, перевозки больных, перестилание постелей. И параллельно готовим людей к причастию. Потом у нас два детских сиротских учреждения, где мы ведем воскресную школу. Есть женщины, которые взяли на себя этот труд, ведут по соответствующей программе. Мы им рассказываем о церковных праздниках, вообще о жизни церкви, религии. У нас есть инициативная группа, которая привозит по субботам детей из детского приюта Солнцево и из детского дома на причастие. Мы их привозим на своих машинах для причастия. Дети бывают в храме, значит, по субботам. У нас 42 многодетных семьи, даже больше. И они получают помощь от храма. В том плане, что, во-первых, многодетные семьи занимаются в воскресной школе. Они воцерклены у нас в семье. Дети, так как детей много, если семья нуждается, она получает единовременную денежную помощь. Или это со склада какие-то вещи. То есть у нас есть организован склад, где собираются коляски, кроватки, детская одежда. Все это передается, хранится, передается в нужные руки. Священнослужители храма и добровольцы социальной службы – частые гости в школе-интернате для детей с ограниченными возможностями номер 44. На великие праздники для ребят ставится театрализованное представление, после которых они получают подарки. Сообразуясь с нуждами прихода, в рамках программы «200» здесь в скором времени начнется строительство полномасштабного духовно-просветительского центра, в который войдет храм и просторный дом Причта. В будущем в нем разместится и воскресная школа, и социальная служба. Колокол, созывающий прихожан на молитву, изготовлен в 1994 году, период, когда по всей России начинали восстанавливать храмы. Но даже спустя столько лет удалось воссоздать только малую их часть, ведь все работы по восстановлению ведутся только на пожертвования благотворителей. В этих же целях была создана и действует программа «200», в которой может принять участие каждый из нас. Ибо, как сказано в Священном Писании, «рука дающего не оскудеет». Редактор субтитров А.Семкин